Фил, он какой? Ну, какой на экране, вот он такой. Он такой же добрый, такой же мужественный, каким вы его задумывали. Это была какая-то режиссерская подсказка? Как вы его делали, грубо говоря? Ну, это была и в том числе и режиссерская подсказка, это было прописано в сценарии, это было бы мое собственное ощущение относительно Фила. И весь этот комплекс в конечном итоге выдал на гора тот результат, который в кино видим. Ну, вот Фил мне показался, я не могу сказать самым душевным персонажем, но, наверное, самый человечный, не знаю, насколько правильная моя оценка. Самый человечный из людей – это Ленин. Отлично. Что-нибудь после того, как вы снялись в этом фильме, что-то от вашего героя у вас появилось или нет? Не то, что появилось. От Фила не появилось, а, наверное, просто вышло на более передний план. Потому что, как сказать, оно было, иначе бы этого не было бы там. Оно было, просто это вышло на какой-то первый план. Я читала во многих интервью, опять же, это то, что я читала, может быть, это неправда. Вроде бы… Простите, можно на одну секунду прерваться? Да. Ага. Исполнитель главных ролей, что с период съемки вы повзрослели, это так или нет? Ну, за полтора года человек взрослеет. Ну, вы повзрослели именно вот по, я не знаю, характеру как-то изменился. Как вы это чувствуете еще? По отношению к жизни, наверное, чуть-чуть есть. Потому что приходилось как-то проигрывать экстраординарные судьбы, мне кажется. Все-таки я думаю, что судьбы у наших героев несколько, не среднестатистические, а несколько отличаются. И задумываясь о их жизни, наверное, проецируешься самим собой, это накладывает определенный отпечаток. Конечно, я думаю, что повзрослели по отношению к жизни. Немножечко, да. Вы сценарий, когда прочитали, он вам сразу интересный показался? Или же какое-то время прошло? Сразу. Ну, я не буду лукавить. Я скажу честно, здесь было две причины. Это была одна из главных ролей. Я был студент. Я закончил третий курс института. И мне предлагают одну из главных ролей в фильме. На мой взгляд, идея, где хорошая идея, где... Ну, есть что играть. И я, в принципе, наверное, был уже согласен, еще не читая сценарий. Ну, был такой момент. И когда я был искренне удивлен, и мне доставило большую радость, когда я понял, что мои желания вот этого меркантильного порядка сошлись с желаниями творческими. Какая сцена, на ваш взгляд, была самой сложной для вас? Ну, я как-то уже отвечал на этот вопрос. Потом задумывался обратно. Их несколько, этих сцен. Наверное, самая сложная была сцена, это самый первый съемочный день. Потому что с режиссером говорено, с режиссером много. И вдруг надо все-таки теперь подтвердить делом, что все, что ты сказал, ты еще и можешь сделать. Это, во-первых, первые несколько съемочных дней, наверное, были самыми сложными такого порядка. Ну, нас же было много, и каждый... Как-то есть момент самоутверждения, что я здесь не случайный, и мой выбор в отношении... Ну, выбор в отношении меня был не ошибочный. А потом уже были, наверное, было несколько сложных... Ну, вот одна из них, когда вот на съемной квартире... Вот, кстати, мне вот только что показывали фрагмент из этой серии. Когда я вынужден там ударить Сашу Белого за то, что он мне не доверяет. И как-то там, мне казалось, должно быть не просто агрессия, а агрессия с сожалением, с болью какой-то, с каким-то такими внутренним противоречием. Мне казалось, что эта сцена была непростая. Ну и... Да много-много было таких тяжелых сцен. Просто сейчас, наверное, всех не упомнишь. Ну, были, были. Извините, на секундочку. Да. Вот, поскольку герои фильма, куда ни денься, но они все-таки зрителю симпатичнее, несмотря на то, что фильм страшен. Можно ли говорить о том, что вот это поколение, оно все-таки не потеряно? Вот у меня сложилось впечатление, что, поскольку я тоже испытываю симпатию к этим героям, к тому, что они больные, вот у меня сложилось впечатление, что все-таки это поколение не потеряно. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду то, что, несмотря на все свои действия, которые производят эти ребята, все-таки в них много человеческого. Согласен. И все-таки, видимо, жизнь их вынуждает заниматься чем? Тем, чем они вот занимаются по фильму. Вот как вы думаете? Ну, я с вами согласен. Да, я с вами согласен. Хорошо. А скажите что-нибудь об Андрее Панине. Мне кажется, что ты как-то в той стороне остался. Как вы с ним работали? Да замечательно. Замечательный артист, замечательный профессионал. И так он убедительно все это делает. Что порой думаешь, Андрюха, ну, сволочь ты. Больше не скажешь ничего. Хотя он абсолютно такой, абсолютно не такой человек, как им кажется на экране. Такой милый, общительный. Очень приятный, душевный. Какой-то такой, ну, человечный, что ли. И от этого, мне кажется, еще больше. Но у меня ощущение, отношение к нему, как к талантливому артисту, который, будучи абсолютно другим, наверное, в жизни, ну, такой, сволочи, убедительно играет. Играет. Вот он умеет играть в этом. Это, мне кажется, очень важное качество артиста, что он умеет играть. Вот было там много каких-то трюковых сцен. А вы что-то сами исполняли, помогал вам кто-то вообще? Нет, ну, я не исполнял трюковых сцен сложных. Скажем, там, взрывы, там, ну, момент был, когда, допустим, в меня там стреляли, делали мы какие-то посадки. Но я не думаю, что это такой сложный трюк. От тебя ничего не зависит. Кто-то нажал на кнопку, на тебя что-то разрывается. Это не очень сложно. А так вообще делали каскадеры, конечно. Это у нас была команда каскадеров. Ну, вообще, ассоциация каскадеров была и со-продюсерами. И ребята выполняли все такие трюки, которые, ну, опасны для жизни. Для здоровья и для жизни. Ну, тем более, я думаю, что продюсер бы и не позволил мне их делать, потому что там малейшая трава могла сбить график и все что угодно. А вообще страшно, когда трюки свои делаешь? Ну, страшно, да. А когда вот на тебе что-то взрывается, разрывается, какие ощущения от этого? Ну, главное, чтобы не поранило, наверное. Единственная мысль, чтобы все сработало именно так, как задумано пиротехниками. Чтобы не произошло абсолютно иначе. Потому что всякое может быть. Может быть как-то там... Ну, бывают же разные истории. У нас же, ну, к счастью, с нами этого не происходило. Но бывают моменты, когда там пиротехник предполагает так, а в конечном итоге получается как-то по-другому. Вот фильм со сложной такой сюжетной историей, с такой дружбой, которая через весь фильм тянется, сперва до последней серии. И насколько я знаю, опять же, если я не права, у меня вопрос, что вы подружились очень сильно после этого фильма. Возможно ли возникновение каких-то таких глубоких дружеских чувств, скажем, в каком-то другом фильме? Я имею в виду, что специфика именно этой дружбы в этом фильме вам помогла сдружиться крепко и в жизни. Ну, мне кажется, я понял вопрос. Мне думается, что наши дружеские отношения между исполнителями главных ролей возникли не потому, что мы играли четырех друзей на экране, но, наверное, это тоже в том числе и повлияло. Но не думаю, чтобы сильно. Просто вместе снимались как-то обаятельные люди рядом. Ну, было приятно просто с этими людьми играть, работать, сотрудничать. И после съемок как-то вместе проводить время. И я думаю, что, возможно, и в другой работе, как у меня очень хорошие отношения остались с людьми, с кем я снимался и в других работах. Я думаю, что сплачивает скорее не роль, а общность мыслей, что ли, образа жизни. Мыслей, да. Здорово. А вы вот с приятным чувством вспоминаете съемки. Вам еще приятно мысли возвращаться в то время? Да, приятно. Я такой, как и ностальгия, такая щемящая даже есть. Тем более, мы когда работали, когда снимались, скажу честно, мы не рассчитывали, что это будет как-то успешно так, как сейчас что это происходит. Мы думали, что это будет... Мы просто хотели сделать эту картину максимально честно по отношению, по нашему актерскому отношению к работе, к режиссеру и друг к другу. И вот этот момент, попытка сделать все это честно, и этот период такой достаточно длительный, он накладывает на себя такой отпечаток, когда ты вспоминаешь и понимаешь, что это не в пустую ушло все, не в песок, а что результат появился. И это как-то так греет, бальзам такой. Банальный совершенно вопрос. Не припомните ли какую-нибудь или комичную, или не очень историю, которая произошла во время съемок? Да их было масса. Там все съемки были, одна комедия большая. Снимаешь трагедию, да? Да, да. Нет, это, кстати, удивительным образом, в это сложно поверить, но уверяю вас, что, невзирая на то, что очень много трагического на экране, все, что происходило за кадром, это было просто смешно до колико. Потому что такой был у нас персонаж, как Космос, который исполнял Димка Дюжев. И вот ему не дают покоя до сих пор лавры, наверное, Джима Керри, как он в этом сам признался. И он в любой, в самый трагический эпизод пытался привнести что-нибудь смешное. Это было... Я вот не могу сейчас в деталях вспомнить какого-то уж такой большой хохмы, но было много таких моментов просто. Ну, Космос это уже о всем говорит. Что вот если в кадре будет Космос, значит, это будет какой-то гэг. Пускай он будет плоский, пускай он будет не совсем но не английского порядка юмор, но тем не менее и роли у нас тоже вроде не таких не изысканных интеллектуалов. Но это были какие-то гэги, очень много было достаточно таких. Хотя они были трагикомичные. Например, вот съемки на Воробьевых горах. Там есть такая сцена, когда мы убегаем от Линкольна с криками там «Космическое чудовище против там какого-то железного монстра». Там лежал каскадер, который забыл нажать на тормоз, не успел или там не услышал. Врезались в кран, кран упал, разбили поворотное устройство для камеры. При всем честном народе в этот момент абсолютно случайно приехал продюсер на площадку посмотреть, как происходят съемки. Все это произошло на его глазах. И как-то все посмеялись так. И так и как-то это было. Наверное, было смешно. Кому-то было смешно, кому-то было не очень. Спасибо. Сейчас, секунду, перемотаем, да? Это же... Нет, просто сейчас кончится косетка, и все. Тряси, что ему очень понравилось работать с вами. А мне интересно, а в трубу, если он предложил еще бы с ним поработать? С удовольствием. Какое? Настоящий. Это причем не пафосные слова. Есть что-то в нем такое неискорененное, такое провинциальное, в хорошем смысле. Когда человек как-то... Пускай это причем на уровне скандала может происходить. Это может происходить на уровне прям какой-то каприза. Но в конечном итоге понимая, что это нужно. Это нужно было сделать. И я не скажу, что у нас было таких прям таких теплых, задушевных каких-то отношений, что прям вот режиссер, артист, любовь до гроба. Нет. Просто мы как-то уважаем друг друга. Мы уважаем то, что делает он. Он, я надеюсь, уважает то, что делаем мы. И понимает, и как-то идет навстречу, и... Ну, как-то умеет он вот эту вот грань соблюсти. Когда нужно надавить, а когда нужно и крикнуть, а когда нужно промолчать, а когда нужно и вообще выйти с площадки. Как-то вот он умеет эту штуку сделать. Молодец. А когда вы снимаетесь, вы все-таки знаете, что это игра? Или же происходит некое такое возвращение в то время, в котором, например, происходит событие? Нет отрыва от реальности? Нет. Это игра, в честном виде. Я не был, не занимался криминалом, и не стрелял в людей, не носил пистолетов. Мне не на что проецировать эту историю. Я служил совершенно другой жизнью. Ты играешь в честь, и ладно. С текстом с определенным, с мизанцинами. Просто у меня иногда было ощущение, не то, что иногда, у меня всегда было ощущение, что вот люди проживают реальную жизнь. Да, я понимаю, что я никогда этим не занимаюсь, но у меня было ощущение реальности, что люди просто в реальном мире как он существует. Ну, это заслуга режиссера, прежде всего, что он сумел создать тот самый реальный мир. Ну, наверное, актеров тоже. Ну, да, но мы как часть, как элемент определенно, наверное, тоже приняли в этом участие. А есть какие-то сцены вырезанные, которых вам особенно жалко? Да я не помню, если честно, какие сцены были, которые вырезали. Я посмотрел кино, думал, господи, это тоже снимали, это снимали. А что вырезали? Не знаю, я даже, если честно признаться, и, может быть, и не помню, что мы снимали, что вырезали. Ну, как-то нет, нет такого. Все, что было сделано и то, что несет положительное для фильмов, плюс, это все было вставлено. А все, что убрали, наверное, это было лишнее. Я просто в данный момент могу на 100% доверять режиссеру и режиссеру монтажа, ну, то есть, и мужа. И как человек, который знает, что он создает художественное целое и все, что было лишнее, он убрал. Наверное, это верно. А скажите, пожалуйста, вы посмотрели кино, вам понравилось? Фильм, да. Ну, наверное, банальность скажу, но то, что, когда я смотрю, то, что я делаю, мне не очень нравится. потому что я сейчас соотношу уже, когда уже готовый результат, я понимаю, что где-то что-то я не доделал, где, может быть, наоборот, перестарался. Ну, то есть, когда это дело снимается, ты же не видишь этой линии, этого конечного результата. В театре, например, можно сыграть, записать, посмотреть, увидеть, ошибки переделать. В фильме, к сожалению, это сделать невозможно. Хотя мы после каких-то сцену сняли, смотрим дубль, но мы же не знаем, в каком контексте он будет, как. Мне сложно самого себя смотреть. Говорят об этом, например, ведущие на радио, там, диджеи еще, говорят, что они не могут первое время себя слышать в эфире. Кажется, что противный голос, какие-то интонации, такая фееритура. Мне кажется иногда, что я вот смотрю на себя и как-то... Иногда раздражают партнеры. Ну, бывает, конечно, когда смотришь, думаешь, ну, что ты, я тут все выложил, а ты тут взял, мне все это делал, крылышки-то и подрезал. Ну, как же он вот... Часто во время рассмотра такого? Да нет, не часто, но бывает и такое, ну, что греха таить. Иногда и раздражаешься. Думаешь, ну, брат, ты здесь дал, тут крутого включил. Причем, сам же знаю, что партнер же сам сидит и мается сейчас, и плюется, и в этот момент ушел бутерброд себе намазать, потому что не может на это смотреть. Я вот всем задавала вопрос такой, как оказалось, очень сложный. Но мне интересны ваше мнение тоже. Дети в бригаду играют. Это хорошо или плохо? Дети, если играют в бандитов, это плохо. Если играют в четырех друзей, это хорошо. Если дети грабят ларьки, это плохо. Если дети помогают друг другу, то это хорошо. я не уверен, что бригада вот на экране каким-то образом усугубила то, что стали возникать какие-то группировки дворовые. Это так притянуто за уши немножко. Ну, вот у меня такое мнение по отношению. Может быть, не совсем корректный вопрос, тогда вы можете с ними отвечать. Опять же, может быть, это и неправда. Я читала в интервью о том, что придя на съемочную площадку, вы немного, я имею в виду не только вас, но и других ребят, младных, которые немножечко растерялись, попав в компанию к безруковому. Если действительно такое было, то в чем это выразилось? Может быть, в каком-то внутреннем зажиме и попытке, когда мы играли сцены какие-то совместные, наверное, отчасти был определенный. Поначалу какой-то зажим был, но быстро прошел, потому что все встало на свои места очень быстро. Понимаете, дело все в том, что можно иметь кучу регалий каких-то, но когда ты выходишь либо на сцену, либо на съемочную площадку, все свои регалии и ордена, которые тебе уже навесили, либо ты сам, либо тебе, ты их все равно вынужден оставить. Все смотрят на то, что ты делаешь. И мы начали играть, увидели, что все вокруг живые люди, которые могут хорошо играть, могут где-то и ошибаться. Мы можем делать в принципе то же самое, может быть, менее опытно, но прошел период времени, опыта мы тоже набрались, заматерили. И момент такого диссонанса между, допустим, сцена с Панином. Панин уже такой мастодонт, там, Безруков, или там, Аронова, или там, Теличкина, или там, не дай бог, Куравлев пришел на съемочную площадку. Ощущение ужаса, конечно, внутреннего ужаса, как между артистом, начинающим, артистом, профессионалом, есть. Но когда ты его просто перешагиваешь, мастодонт... Продолжение следует...